Славянский радио Славянский радио И когда ты начинаешь сравнивать С фактами, которые есть Ты понимаешь, что это полный бред Но когда ты читаешь комментарии Людей под роликом В ютубе или под статьей То такой там восторг, такое удивление Мне кажется, что Комментарии сейчас очень активно пишут Те, которые уже как Молодое поколение Взрастилось на вот этих Айфонах, Айпадах и прочих Гаджетах Где просто, если ты не комментируешь Это плохой тон И тебя просто могут не понять Твои близкие люди, твои друзья И засмеют тебя Поэтому нажать на лайк, прокомментировать что-то Неважно что Фигня, чушь Матерное слово какое-то вставить Это норма Это так надо делать И когда кто-то пишет Что как классно Какая классная теория Или как всё здорово Большинство людей даже не задумываются А что за этим стоит Большинство людей даже Не сопоставляют фактов Потому что у них фактов просто нет Они никогда ничего не изучали Они никогда не смотрели Рукописи вообще в глаза не видели Для них реального мира не существует У них есть виртуальный мир Это поразительно Многие так называемые исследователи Говорящие правильные вещи Они с точки зрения виртуализации От каких-то там электронных бирж Электронного правительства Электронных карт Да чего угодно Электронного визуально представленного В интернете В виртуальных сетях Они говорят очень много правильного Но когда касается чего-то бытового Самого простого Оказывается что они абсолютно беспомощны Вот кажется вывези такого человека в лес С его гаджетами, телевизорами, компьютерами И прочим Где-нибудь где нет вышек Нет интернета Нет электричества И на третий день Он начнет себя очень кисло чувствовать И через неделю Он не будет знать что делать Он скорее всего Единственное что придумает Это какую-нибудь там веревку Из какой-то ляны сделать И повеситься Чтобы не умирать страшно Лет 50 наверное назад Многие дети Спокойно ходили в лес В тайгу На несколько дней В поход Взяв с собой Нож, топор Какого-нибудь там магнила Ну может спички Еще что-то там Такое В лучшем случае палатку И спальник И все И были счастливы Довольны И выживали прекрасно И возвращались здоровые Довольные Обогащенные И так далее То есть современный мир Виртуальный Надо понимать Что он искажен У людей Другой менталитет Другое представление Об этом мире И поэтому Многие теории Виртуальные Ими воспринимаются Как правда Они привыкли В этом жить И поэтому Комментарии Многие не соответствуют Кстати Предупреждаю всех На канале Народного славянского радио Запрещается Использовать Всякие Уничижительные выражения В сторону Кого-либо Использовать Приемчики Вот эти психологические Которые сейчас Очень активно Вбрасываются С запада О том Что вы там Все такие А я там Дартаньян И в общем Давайте выходите На спор со мной И все равно Вы все такие Сразу такие Деятели Банятся Без предупреждения Такие комментарии Удаляются Без предупреждения Не потому Что кто-то боится А потому Что это хамство Бездоказательное И оно как раз Идет из виртуального Мира Не нашего Виртуальный мир Он настроен на то Чтобы вас погрузить В то, чего нет И создать для вас Кучу врагов И кучу проблем Для всего нашего сообщества Мы строим державу Держава должна строиться Не виртуально Она должна быть Осознана на мозгах И осознана на деле В реальном нашем мире Поэтому все Что касается Виртуализации Оно конечно здорово Но только до определенного уровня Все дальше Для меня Лично для меня Это не актуально И подчасти даже враждебно Поэтому многие теории О чем возвращаясь Владимиру Многие теории Многие теории Которые сейчас Вбрасываются Они вбрасываются Вот такими как раз Деятелями Воспитанными Виртуальной среде И поэтому Ничего там Естественного Жизненного На мой взгляд Нет Они ведут Только к разделению Нас всех Так Дальше идем Бабай Реплика Виктор Ты озвучил знания Подаренные нам В виде славяно-арийских вет То есть Точку зрения Жрецов огня А есть еще Точка зрения Волховов И она чуть отличается Например По поводу Удара по Фате Жрецы Антлани Планировали Гравитационный удар Отраженный От Фаты По нам Руси Гипербореи Но что-то Прошло у них Не так Пошло у них Не так Поэтому Они просто Раскололи Сию луну Спасать ее Не было Никакого смысла И возможности А вот Переселить Рада Сантлани Наши предки Успели Харийские рода И родичи всех Жрецов Переселили В Такемию То есть Египет А вот Рада святоросов Переселили На место Нонешней Украины Индейцев Которые тоже Там жили Соответственно В Америку Я честно говоря Не вижу Что-то другого Здесь Вот Примерно То же самое Все описано В тех самых Упомянутых Бабами Славяно-реских Ведах Вот И Какого-то Радикального Отличия Там не вижу Что скажешь По этому вопросу Ну Скажем так Здесь В принципе Все то же самое Все Так как Движение Лун Некоторые Воспринимают В прошлом Как В виде Яиц Так что Те же яйца Только в профиль Скажем так Ну Это одна из Интерпретаций Информации Полученной Нас же Сейчас Интересует Даже Ничто Куда упало До последнего Камышка И что же там Действительно Описано В славяно-арийских Ведах Нет Меня интересовало Именно Найти Показать Те свидетельства Или какие Нельзя провернуть То есть На теле Самой земли Пирамиды И так далее Либо Те материальные Свидетельства Которые Нашли Наука Карты Уровни потопа Падение Космических Тел И так далее А не конкретно Разбирать Веды Что Кому Почем Меня конкретно Интересовало Кто начал Как называли Эти рода Основные От Жрецов Князей Правителей Которых И началась Эта война И Как говорится Итоги Которые Отразились Не только На земле Ну и на небесах В отсутствии Там этих Небесных тел Потому что Если это Подтвердится Что Я думаю Я смог Хотя бы Базовые Понятия Подтвердить Это бы Позволило Расширить Эту ниточку И от Фаэтона Уже Пойти К пятой Планете Солнечной Системы Ну До этого Еще Надо Дойти Так что В принципе Это укладывается Вся информация Написана И тем Что Говорю Я Что Что Конкретно Как Это Повлияло На статью Информацию Не Представляю Все О том Идем Идем Дальше Геннадий Романенко Вопрос Эфир Планеты В нашей Солнечной Системе Имеют Примерно Одинаковое Расстояние А вот Между Марсом И Юпитером Есть Отличия И между Ними Находится Пояс Астероидов Вывод Между Марсом И Юпитером Был Фаэтон Об этом Говорят И ученые Но Они Замалчивают Что 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 Случилось Так Что Что Случилось Фаэтоном Есть Что То В наших Летописях Благодарю Дело В том Что Я могу Еще Раз Подтвердить Что Все Мои Исследования Идут Четко По Ведам Ведам Земли Можете Сказать Конкретным Родам Хотите Давайте Привяжем Их Конкретным Родам Я Называю Все Так Ведами Земли По Некоторым Причинам Я думаю Всем и так Известно Что 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 Про Фаэтон Для Того Чтобы Выйти На Рубеж Фаэтона Нужно Описать События Которые Предшествовали За прошедшие 153 Тысячи Лет Я В своих Смелых Предположениях Дошел Всего Лишь До 110 Тысяч Лет Назад И Пока На этом Временно Остановился Чтоб Связать Найденные События Если Вас Интересует Что же Там Было Предварительно Что Написано Веда То Будущий Эфир И существующая Статья И видео Так и Называется Белые Боги Ближнего Востока И Возврат Пятая Пятая Планета Солнечной Системы Дея Ее Спутники Люцифер И Фаэтон И там Это Более Подробно Начинается Описываться Потому что У шумеров Сохранились Свидетельства Которые Были Расшифрованы Самой Наукой Именно Поэтому Я не веда Им привожу Которые Они Отрицают Они Просто Их Не Рассматривают А Привожу То Что Они Сами Расшифровали Я путешествую По земле Если же это было Оно же должны были Какие-то Материальные Светительства Граница Я их Нахожу Если отвечать На ваш вопрос Более Конкретно То В ведах Так и Написано Что Пятая Планета Солнечной Системы Она Называлась Дея У нее Было Два Спутника Люцифер И Фаэтон Люцифер Это Переводится Как Утренняя Звезда То есть Люцифер Тоже Был Заселен Там Были Тоже Вода Там Он Блестел Как Утренняя Звезда Отражал Ярко Цвет Все дела Вот он В результате Этой Войны Что Была 153 Тысячи Лет Тому Назад Был Уничтожен Именно Поэтому За Люцифером Сохранилось Очень Много Негатива Все Это Приписывают Каким-то Там Темным Силам А На самом деле Это Просто Все Что Повлекло За собой Громадные Потери Жизни В нашей Солнечной Системе Конечно Оно Имеет Следы Негатива Как и Та же Фата Опять же В Ведах Четко Написано Что Она Появилась На орбите Земли 143 Тысячи Лет Тому Назад И Стала Третьей Луной Все Это Более Подробно Описано В Белые Боги Ближнего Востока Давайте Не будем Наверное Загибать Так далеко Но Фаэтон Прослеживается Именно С орбиты Пятой Планеты Сама же Планета По тем же Ведам Была Перемещена В Инамирье Там Товарищ С плоских Земель Спрашивал Нас Веды Говорят Была Перемещена Как раз Параллельный Мир Шумеры Чисто Технически Предполагали Шумеры Это Скажем так Народ Который Жил Рядом С нашими Предками Потому Что Они Там И Описывают И летательные Аппараты Но Их Этим Летательным Аппаратом Не Пускают Так Что Кто-то Более Развитый Там Присутствует Есть Его Статуи Голубые Глаза Белая Кожа Знания А шумеры Как бы Научены Более Простой Письменности Почему Она Такая Разнообразная На всей Земле Вроде бы Да Потому Что Народы Воспринимали По-разному Имеют Разное Восприятие Что Это Будущие Эфиры Существующие Статьи Но Это Очень Длительные Временные Периоды Где Случалось Очень Много Других Материальных Свидетельств Нам Бы Сегодня С вами Как Говорится Вылезти Из Тысячелетней Истории И показать Те факты Которые Невозможно Отрицать Которые Наукой Доказаны Самой Которые Существуют Которые Связывают Наших Предков По всей Земле На Тысячи Лет Тысячи Десятки И уже Сотни Тысяч Потому Что Там Такое Как Вот Эта Белая Медведица Или Просто Медведица Созвездие Которое Является Нашим Символом Больше 150 Тысяч Лет Оно Таким Было Назад А нам Говорят Про Какую-то Тысячу Лет Греков Которые Сами Не знают Что Там Было И тому Подобное А все Вокруг Как Алексей Говорил В R1 A1 Тут Алексей Извиняюсь Добавлю Своих Пять Копеек Свое Мнение Да Я не Генетик Но Прослеживая Действия Наших Предков Хочу Сказать Следующее Наука Не права В чем Она Не права Она Отслеживает Вот эти R1 A1 B1 Она Думает Что Это Какой-то Один Человек Положил А я Утверждаю Что Скорее всего Это не Человек Это Какая-то Группа Людей Которая Осталась Выжила В определенном Районе Она Несет На себе Магнитную Составляющую Земли Земля Имеет Около 500 Магнитных Зон И поэтому Очень много Так называемых Групп Крови Их Характеристик Но опять же Если белый Человек 16 каналами Энергетическими Будет жить В районе Омска Асгарда Ирийского Которым Больше 110 тысяч Лет И он В результате Глобальной Катастрофы Разные Рады Святорусов Рассенов Харийцев И он Переселится Потом В Африку Он будет Нести Не 4 тысячи Лет Например Следа А он Будет нести То что Он Выходец Из Сибири А сколько Он в той Сибири Лет прожил Тысячу Или Десять Тысяч Это Другой Вопрос Как Он туда Попал Из Атлани Был Эвакуирован Или Из Америки Потому что Ну невозможно Было всех Спасти Кого возможно Эвакуировали И я считаю Что эти метки Это основные Места Распространения Выживших Людей В результате Войн Катастроф И т.д. И т.п. И которые Можно определить Например Грубо говоря Р это Наш предок А это Ближе к Северному Кольюсу Б Ближе к Экватору И т.д. То есть Нужно Рассматривать Чуть По другим Углом Вот И в этом Я не согласен С наукой Я не согласен Что они Утверждают Что там Вот 4 тысячи лет И один Человек На всех Произвел Но это Нереально Просто Это Один регион Выдал Выживших Или тот Регион Куда Прибыли Новые Переселенцы Возможно Ведь Те же Ареи Это дети Арея Марса Арийцы Карии У них Глаза Карии Карию Они стремятся Мы их встретим Везде Но если Их привезли Например С того же Марса Конечно Они будут Иметь Скажем так Характеристику Другую И Как их Отличать Если Люди Имеют Вибрационные Характеристики Души Глаза Разные Голубые Серые Зеленые Ну как Им можно Прилепить Один Ген На всех Один регион Можно Так что Это Как говорится Новые исследования Нужны Народная Наука За нас Видите Никто Не хочет Это Делать Но Есть Такие Предположения Потому что Магнитная Составляющая Она важна И в воде И в мегалитах И в энергиях И так далее И тому подобное Так что Здесь нужно Смотреть По другим Углом Вот такой ответ Да За нас Хотят Как раз Сделать За нас Могучи Сделали Но вопрос Подходит ли Это нам Вот А по поводу Фаэтона Надо понимать Что Это рассматривается Так называемая Греческая Легенда Если Разобраться Вот такие Вообще Греки Откуда Они взялись То все Это Останет На места Греков Таковых Уже Неоднократно Говорилось Не было Вот Поэтому То что Приписывается Народу Которого Не было Туда можно Приписать Что угодно И все Что они Делали И брали Где-то Из других Народов Приписываем Им Им Приписано Якобы Они там Брали Туда можно Приписать Что угодно И как Угодно Поэтому Вместо Фаты Стал Фаэтон И это Стала Якобы Целая Планета Хотя Нас Называлась Землями Планета Это все Блуждающая Насколько Понимаю Звезда Вот И мы Оказывается Живем на Блуждающей Землю Ну много Здесь несуразицы Которые В греческих Так называемых Мифах Мифах Присутствуют Давайте Все-таки Изучать Не Инородные Мифы Не те Мифы Которые Уже Искаженные Не те Мифы Которые Кем-то Сочиненные А все-таки Изучать Своё Родное Мне кажется Своем Родном Мы найдем Больше Ответов Полезных Всем нам Для строительства Державы И для жизни Наших Родов Нежели Чем Вы Народных Независимо Религиозные Лето Научные Или Какие-то Другие Мифы Идем Дальше Анна Бондаренко Вопрос В эфир Данный Исказитель То есть Ты Является Ле магом Хранителем Или жрецом Обладает Ле энергетическим Видением Умеет Ле работать С информационными Полями А не матрицы Земли Медгард Прошу Больше Вопроса Не добавлять Поскольку Времени Остается У нас Мало Итак Ты кто у нас Жрец Вообще Не жрец Маг Кто-то там У нас Давай признавайся Диплом Покажи Ну Во-первых Ну Не меня Рассматриваем В этом эфире А Тему Атлантида Ифата Так что Дипломов У меня Огромное Количество Но Они-то С этим Не связаны Как говорится С темой Нашего Эфира И Образования У меня Хватает Ну Не обо мне Жрец Речь О Прошлом Земли Потому что Без прошлого Нет будущего Я Я Понял Обладаешь ли Энергетическим Видением Умеешь ли Работать с Информационными Полями А не Матрицами Земли Медгард Я Я Получаю Информацию Со Всех Возможных Источников Так как Нематериальную Информацию Я вам Показать Не могу Я Ищу Ее Подтверждение В материальном мире Вот Вот это Ответ Да А Информация И я вам Рекомендую Брать Ее Внутри Себя С Биополей Земли А потом Уже Из интернета И подобных Сайтов Потому что Она есть И у вас В том то и дело Она внутри Нас Информация Внутри Нас Если Кто не может Внутрь Идите К вещему Лесу Это Информационное Поле Земли Хотите Планеты Вселенной Куда вас Там Пустят Если Вы думаете Вот мы С Алексеем Помним В прошлый раз Говорили Что В школе Говорят Вы Произошли От Обезьяны Меня Это Возмущало Еще Тогда Откуда Это Меня Возмущало У меня Что Там Труды Написаны Были Многотомные Что Мы Там Оттуда Стой Звезды Или Стой Я Ребенком Был Но Почему Эта Информация Во мне Не Умещалась Еще В детстве Если Вы От Обезьяны Я Не Против Меня В Эту Систему Не Записывайте Так Что Информация И Внутри Нас Тех Кто Достиг Информации Глубинной Тех Как Они Называются Тех Кто Достигли Тайны Костей Кощей Есть Кощей Есть Кощей Там Очень Много Таких И Вариантов Ну Если Конкретно Вы Обо Мне Хотите Узнать То Я Отношусь Так В Редкой Группе Людей Которая Усиливает Является Усилителем Для Всех Процесс Если Вас Это Интерес Получается То Что Без Меня Вообще Не Может Принцип И Получить Хорошо Благодарю Усилитель За Ответ Я Хочу Вот Что Сказать Очень Часто Мы Слышим Такие Вопросы Как В себе Пробудить Родовую Или Генетическую Память Так Вот Если Вы Разберетесь Что Внутри Вас Находится Вы Тогда И Поймете Как Родовую Память Пробудить Дело В том Что Все Находится Внутри Вас Вот Вся Вселенная И все Вселенные Находятся Внутри Вас И Вы Являетесь Неким Образом Вмещающим В себя Другие Образы Более Может Великие И Естественно Более Малые Вас Это Все Есть Мало Того Все Внутри Вас Соединяется Так Называемой Кровью Вот Те Кто Изучают Русский Язык Древние Славянские Языки Те Наверное Смогут Расшифровать Что означает Слово Кровь И Когда Вы Расшифруете Что означает Слово Кровь Вы Поймете Что Как раз Это И Есть То Что В вас Находится Несущее В себе Те Знания Которые Вам По роду Передаются И Когда Вы Просто К себе Прислушаетесь Очень Много К вам Придет И Очень Много Для вас Эмиль Вопрос В эфир Беременная Женщина Гуляла Возле Египетских Пирамид Заходила Внутри Одной Пирамиды Малой Как Это Могло Сказаться На плоде На будущем Ребенке Все Зависит От того Что Вы Заложили А Пирамиды Они Являются Энергетическими Концентратами Вот Статья Вышла Буквально Моя Вчера Пирамиды Единая Энергетическая Система Земли Как Их Строили Гиганты К чему Это Все Как Это Все Показано Описано Где Оно Стоит Как Оно Повлияло На плод Ну Мы Откуда Знаем Я Не Знаю Как Женщина Жила Как Она Себя Вела Как Они Закладывали В какой Пирамиде Они Были И Работали В это Время Пирамиды Может Никак А Может И Как Вспоминается Мне Анекдот Без Обид Там Без Всего Просто Анекдот Вспомнился Про Теплые Страны Приходит Сын Домой К маме И говорит Слушай Мама У меня Ребенок Родился Темненький Какой-то Жена Говорит Что Она Посоветовалась С врачами И Врачи Сказали Ну Вы же Ездили В теплые Страны Вот В Египет Например Ездили В Турцию Ездили Ну Солнышко Таким И вот У него Темный Цвет Кожи Мама Слушает Сынка И говорит Знаешь Сынок Я вырастила Вас Четверых Вас Кормила Капуста Но Почему-то Рога Выросли Только У тебя Одного Вот Поэтому Что там Кем Было Заложено И как Повлияло Здесь Я согласен С Виктором Надо Разбираться Более Серьезно Просто Так Говорить О том Что Это Могло Как-то Повлиять На Человека Просят И куда Вам Не Предназначено Сунуться Надо Просто Понимать Свой Родовой Искон И Знать Кто Есть Женщина Тем более В период Когда Она Вынашивает Выносить Ребенка И после Родов Кто Она Есть Если Мы Живем В цивилизации То В этом Случа Вы Можете Потом Про Любые Капустные Листы Придумывать И Говорить Что Там Что То Про Зошло И Вот По Родовому Нашу Праву По Державному То В этом Случа Тогда Никаких Вот Этих Изменений Негативных Быть Не Может Потому Что Туда Суваться Просто Женщина Не Будет Вот И Все Идем Дальше Виталий Из Эстонии В эфира Антлани Это По Современному Атлантида Жители Антланты Просто Греческий Язык Более Понятен Не Знаю Насколько Он Так же Как И другие Некоторые Языки Искусственно Созданные Бабай Я думаю Что Не будем Отвечать Да Понятно Идем Дальше Бабай Вопрос Эфир Виктор Будь Добр Расскажи Чуть Подробнее О самом Ходе Войны Между Антланью И Руссией Тебе Что Нибудь Известно О генетических Мутантах Известно Выведенных Жрецами Антлании И которые Буквально Наводнили Европу Кто дал Жрецам Антлании Техномагические Оружия Такой Мощности Дело В том Что Это Не ставилась Задачей Статьи Я вижу Что Человек Веды Читал И Не только Веды Читал Видно Что Он еще Много Чего Другое Читал Интересно Ведах Тоже Описываются Эти Разборки Я Просто Говорю Что Не только Он еще Кое Что Читал Там Естественно Описывается Просто Видно Что он Интересуется Более Широко Нежели Просто Так Открыть Какую-то Одну Книжечку Что-то Прочесть Потом Выкладывать Везде В чатах Что-то Ну да Дело В том Что Да Там Написывается Такое Что Как говорится На современный Мир Просто Историческая Наука Просто Получит Инфаркт Если Это Признать Да Там Генетические Мутанты Описываются И Сверхоружие И Порталы И Летающие Межгалактические Корабли И Как говорится И местная Летающая Всякая Дребеди И Параллельные Миры И все Это Описывается Высокие Энергии А кто Жрецам Атланет Техномагическое Оружие Такой Мощности Так Пирамиды То У них Были То Есть Они Использовали Энергию Земли Энергия Земли А данные Так Данные Они Хранятся В родах Всех Жрецов Тех Кто Должен Знать Это Знал Тем более 13 тысяч Лет Назад Но Уже Понижение Вибрационных Характеристик Называемое Приближение Наступления Ночи Сварога Калиюги И так Далее Это Понижение Вибрационных Характеристик Энергии Которые Приходили На землю А значит И люди Рождались С менее Меньшими Способностями Менее Духовные Более Материальные Возможно Там было Вмешательство В генетику Самих Жрецов Которым Либо Подменили Программу Либо Закладывали Так называемые Закладки В жрецов Как говорится Еще Младенческом Возрасте И они Не знали И в итоге Выходили На исполнение Этой программы Саморазрушения Ведь Вы же Понимаете Чтобы запустить Какие-то Межконтинентальные Ракеты С ядерными Боеголовками То Не нужно Решение Всего Народа А достаточно Узкой Какой-то Прослойки Существ Ну у кого Рычаг Кнопочка Да Тот и решает В общем-то В кончении Совершенно верно И там В ведах Те же Описываются Эти Такие Фантастические Вещи Что Ну Современность Они просто Недоступны Как Закладывали Как действовали Жрецы И темные Жрецы То же самое Как делали Инопланетные Существа Ну если Мы им тут Начнем рассказывать Что веды Описывают Более Двух с половиной Миллионов Мыслящих Существ Подобных Нам Ну что Что вы Нам на это Скажете Да просто 03 позвонят Тебе И заберут Сразу Да скажут А ну-ка Конкретный адрес А по поводу Искажений Во-первых Это все-таки Дошло до нас Ну сквозь Тысячелетия И А как искажения Были Вот На Там же Война Описывается Между Атлантами И Зевсом Ну мы с вами Выяснили уже Что Зевс Это Наоборот Прочитайте Это свет Между силами Света И Искажения От родов Антов Атлантами И считали Потому что у них Рост был Гигантский А это Я смог Показать Только В четвертой части О Египте Там уже Вот эта статья Что вышла Буквально вчера Там я Показываю Эти гиганты Показываю Эти гробы Которые Люди Уже уменьшились Эти правители Там гробы Высотой И скелеты Четыре метра Пальцы Длиной Тридцать восемь Сантиметров Это шесть метров Должен быть Их владелец И рука Его От мумии Осталась Правитель Ну Что вам скажет Наука Если мы Вспомним Про наших Богатырей Которые там Илью Муроца Еще недавно Клали себе В карман Вместе с лошадью Там ростик У Богатыря Должен быть Так Извините меня Метров Двадцать Тридцать Что скажет Современная Наука Когда вам Мы с тысячи лет Выбраться Не можем Какие гиганты Какие атланты Вот конкретные Материальные Свидетельства Мы разматываем Этот клубочек Почему я вас И призываю И пришел К людям Интересующимся Которые могут И должны Это сделать Пускай даже Маленькую Толику Песчинку Эта песчинка Позволит Нам размотать Этот клубочек И для того Чтобы хотя бы Описать картину Что уже Сейчас видна И произошла За сто пятьдесят Три тысячи лет Деятельности Наших предков Ну Я так вижу Тут еще писать И писать И писать И эти все Материальные Свидетельства Есть Поэтому Читаем Веды Там все Конкретно Четко И ясно И отвечаем На вопросы Если было Значит Должны быть Материальные Свидетельства Хоть их и уничтожали Массово Но они есть От каждого Как говорится По ниточке Миру по нитке В голому рубаху Вот то же самое И в таким же Исследовательском Научной сфере Алексей нам поможет Это дело Распространять Чтобы все Слышали Тоже Обсуждать То есть Строить Свою собственную Доказательную базу Потому что Во всех Сетях Ваши доказательства И мы должны Их выложить Показать И сказать Пожалуйста Опровергайте Я вам докладываю Я вам докладываю У меня в друзьях Есть эти Научные работники Если в начале Моего родения Они еще Указывали На мои легкие ошибки То сейчас Мы с ними Сошлись До такого момента Этого не может быть Или сам дурак Ну вы же Научные работники Вы должны Меня сразу Прибить Какой-то книгой И сказать Нет Вот понимаешь Наше исследование Свободен А я им показываю Все артефакты Которые хранятся В музее И исследованы Ими же И привожу Тут и же исследования Да Археологической науки Геодезической Климатологической Письма Любое свидетельство Которое Оно маленькое Но оно соответствует Нашим ведам И вот в самом Низу статьи Вот я описание взял Как говорится С тех Кто изучал климат Земли прошлого И они с исторической наукой Как говорится Не пересекаются А веды с ними Четко пересекаются И объясняют Почему было оледенение Где что упало Откуда оно взялось В календаре древности Они изучали Но они не читали вед Они даже не знали Они не могли определить Например Эти засечки В 14 лет И в 11 лет А для этого Есть математика Она четко показывает Что друзья дорогие Это объект С периодом оборота 13 дней Тогда идет Полное совпадение Если чуть меньше Чуть ниже Все Это огромные разлеты Математика не подтверждает А это Единая традиция Она ведь В предыдущих эфирах Помогла мне Взломать Тот же Фесский диск И определить Что те же Миновцы Это наши люди А Алексей говорит Было множество Потопов И опять же Мы попадаем Что 3500 лет назад Сжахнул остров Санторини Его кто-то взорвал Погибла Минойская цивилизация И высокоразвитая Цивилизация Египта Это уже опять же Показывают Мои наблюдения Какой-то был По счету потоп Что там еще Сжахнуло Это надо дальше Продолжать Наблюдать Но Минойская цивилизация Наши предки Погибли Потом 2500 лет назад Появились Какие-то Ахейцы Они не победили Наших предков Их там фактически Уже не было Это Что там рвануло Где там Кто это заложил Как оно жахнуло Ну жахнуло так Что не осталось Ни Египта Ни Минойца Ни всего этого Среднеазиатского Среднеземородского Региона Наши предки Там просто Перестали существовать И тогда Там начали Появляться Всякие чудеса В итоге Названные Греками А в троянских Войнах Они четко Называются Ахейцами А самоназвание Ахели Вот и все А наука Там пытается Нас запутать Все Лепят На кого-то Одного Почему Скифы имели Богатое вооружение И печатали Монету Так им там греки Все печатали То есть Вали все на них Не стесняйся Так Следы скифов Присутствуют До Колумбовой Америки Это все греки Как говорится Не путайте Все Греки Так греки Сами пишут Что они узнали у того Узнали у этого И сами те ребята Что там остались Так и пишут Как в Греции Исчезли голубоглазые Светловолосые Люди Философы в Греции Закончили И до сегодняшнего дня Ни один грек Ничего нового Не произвел А так называемые Их Скажем так Студенты То есть мы Почему-то так круто Выучили язык Что сложнее Богаче нашего языка В мире нет Так что вы Обвиняете греков Скажем так В недалеком Обучении Что они Не совсем далеко ушли Мы получается Студенты Ого-го Потому что мало того Что выучили лучше их Так и распространили Это все по всей земле Потому что на всей земле И языке И письменность одна Только искаженная И она Жреческая Она же световая И все ответы Дает на нее Свет Хотите получить Используйте Знания предков А сами Работайте с горным хрусталем И все будет вам Открываться Горный хрусталь Наше все Да Я просто хочу еще добавить К тому вопросу На который так-то развернуто Отвечал Вопрос у Бабая Дело в том Что предсказания О событиях Которые предстояли Нашим предкам Нашим пращурам Были даны За несколько десятков тысяч лет О том Что будут сюда Прилетать Прибывать Другие Какие-то Существа Которые будут Носить смуту Будут переводить Человечество На новые Рельсы Управления И саморазрушения И это мы потихонечку Вот все Видим Как это все Вернее потихонечку Происходило Мы все это видим Как это все происходило Вот Поэтому Предупреждений Давалось множество Многие из предупреждений Сбылись Можно сказать Что практически все Предупреждения Сбылись Вопрос только Как они сбылись Для того Кто внял Этим предупреждением Для тех Они сбылись Но только на стороне Они как наблюдатели были Для тех Кто не совсем внял Они коснулись Этих людей Которые это считали За сказку Тех они Хорошенько Шарахнули Вот И после этого Многих из тех Кто не воспринимал Эти предупреждения Просто не стало Или они смешались С другими народами Перестали быть Самостоятельными Родами Самостоятельными Какими-то Представителями Древних Родов Вот Так что Предупреждений Было множество Они Даже как Кто-то говорит Задокументированы И даже Как кто-то говорит Их видел И читал А кто-то даже Держал в руках И может сказать Что да Это есть Вот Поэтому Давайте все-таки Обращать внимание Не на сказки Какие-то Инородные А то Что касаемо Нас И исходя из этого Мы будем понимать Если уж наши Предки Наши пращуры Были рассерены По всей земле То в этом случае Наши Какие-то Сказания Наши предания Наши писания Они касаются Также всей земли А писания Какого-то Ну Небольшого народа Маленького Узкого Которое сейчас Это писание Распространено По всей земле Они касаются И этого народа И этого региона Поэтому Если вы хотите Понять Что произошло На всей земле Отталкиваясь Только от одного Маленького писания Маленького народа Наверное Вы Не сложите Полностью Мозаику И Будете Плутать Между трех сосен То есть Давайте все-таки Обращать На более Богатое Наследие Нежели чем Писание Какого-то Отдельно взятого Маленького народа И тогда у вас Множество Открытий Будет И даже Не подозревая Того Вы их совершите И будете Счастливы И радостны Мало того Вы сможете Сделать выводы Из этих открытий И это поможет Вам в дальнейшем Поможет всем И в частности Всей земле Так дальше Баба Реплика в эфир Параллельных миров Действительно много И разделены Они между собой Иными Иным Течением Времени Быстрее Или Медленнее Но Общее Их количество Здесь Вокруг Медгарда Не превышает Полтысячи Вот такая Реплика Но времени У нас уже Мало Пять минут Осталось Поэтому Давай не будем Останавливаться На каких-то А будем Отвечать Вопросы Александр Пишет Почему Атлантида Была более Развитой Цивилизацией Чем наша Сегодня Она была Под руководством Белых Развитых Жрецов Богов По нашим Современным Меркам Были другие Вибрации Больше Использовалась Энергия Земли Мы ее Не используем И руководство Сейчас у нас Совершенно Другое Цивилизация Вот Это Проснутся Белые Люди Будут Более Развитая Цивилизация Справедливости Потому что Любая Материальность Ограничена Любая Духовность Выше Материальности В 10 Восьмидесятой Степени Ра Вот Вам Ответ Поэтому Наши Всегда Были Духовными Ты знаешь Еще Дополнение Дело В том Что Атлантическая Так называемая Цивилизация Опять же В кавычках Цивилизация Пошла По технократическим Пути развития Очень Сильно Нажимала Мы сейчас Видим На всей Территории Нашей земли Эти карьеры Огромные Постройки Какие-то Непонятные Разные Разваленные И так далее Вот это Очень сильно Отражает Разработки Копии И так далее Отражает То Как жили Атланты Вот И Это противодействие Противостояло Другому Мировоззрению Что Использовать Минимально Недра Использовать Больше Силу разума И ту Так называемую Энергию То есть силу Которую Не нужно Из недр Добывать Которая Присутствует Вокруг Нас Это был Подход Другого Белого Населения Которые Относят К красению И Если мы Сейчас посмотрим На наш мир То как раз Мы видим Что технократия Пока побеждает А почему Это произошло Как раз же Если мы читаем Те предупреждения Которые были За многие Десятки тысяч лет Здесь Нам представлены В этом случае Мы понимаем Что наступали Темные времена И люди Просто не могли Использовать Полностью Тот аппарат Мысли Который Им от рождения Принадлежал Что затемнение Происходили С разумом И в этом случае Потихонечку Было Разрешено Переходить На вот эти Рельсы Технократия Но Онлайн Так сильно Этим увлеклась При помощи Тех Кто Сюда Пребывал Что в общем-то В конечном итоге Это привело К серьезнейшей Катастрофе Ну Катастрофа Катастрофа И она Сейчас Жить И поэтому Мы должны Делать выводы С того Что произошло Для того Чтобы более Это не повторять А мы видим Что сейчас Мы движемся Как раз По технократическому Пути развития И посмотрите Что происходит С землей Что происходит С людьми Сколько болезней Новых добавляется Какой воздух Какая вода И жизнь Станет все дороже 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 Все развивается А мы живем Все хуже и хуже В анекдоте Про того Лося Так Дальше Сергей Рыдтов Вопрос в эфир Насчет Хаббл Нам походу Врут Насчет Снимков Аппарат Движется Совершает Вокруг Земли За 96 99 Минут Снимки На скорости До сбора Света В пучок Невозможен В общем Скажу так Если немножечко Переделать Этот вопрос Что Хаббл Движется Очень быстро И Поймать Фокус Очень удаленные Объекты На такой скорости Сфокусироваться И заснять Практически Невозможно Потому что Чем дальше Объект Тем нужна Более точная Настройка И Более долго На нем Концентрироваться А при очень Большой скорости Это сделать Невозможно Я думаю Что там Немножечко Все по-другому Происходит И здесь Данные По Хабблу Не совсем верны Которые нам Дают Да и Многие фотографии Которые приписывают Хабблу Все-таки Это не фотографии А компьютерная Графика На основе Каких-то Данных Полученных Якобы От Хаббл Если хочешь Прокомментируй Если нет Пойдем дальше Он смотрит В космос Мы изучаем Орбиту Земли И Землю Как он может Помочь Не знаю Тактика Техническими Характеристиками Не знаком Все может быть Идем дальше Сергей Морозов Вопрос Почему на Байкале Периодически Появляется Воронка Водоворот И что Это вообще Такое Связано С нашей темой Или идем дальше Это связано С изменениями Как раз Из-за катастроф В тектонике Плит Земли Такие воронки Появляются На Северном полюсе То есть Нарушены Все эти токи Поэтому Из-за изменений Континентов До Арии Атлани Му И так далее Вся вода связана Поэтому она и появляется Все работает Как не должно Реплика Эфира Диана Виктор Викторович Какой смысл Символизма Что Большой медведица Есть не характерный Для животного Длинный хвост Так еще И будто Оттопыренный Не связано ли это Как-то Со созвездием Квадры Просто Долго думаю Над этим вопросом Интересен Символизм Древних И какой смысл Они пытаются заложить Заранее спасибо Дело в том Что Я же Объяснил Созвездия Меняют форму Медведица Она была 150 тысяч Лет назад Сейчас ее больше Привязывают Ковшу И корове Из-за Схожесть С рогами Большая Малая Медведица А называем Ее все равно Медведица То больше 150 тысяч Лет прошло Как она и была Услышьте меня Какая Тысяча лет Кто нам Об этом Передал Почему мы Генетически Несем Это название Оно в нас Записано На генетическом Люди Тысячелетиями Так называли У шумеров Она отображена В виде Плуга Это 100 тысяч Лет Тому Назад А наука Все топчется В тысячи Двух Трех Не больше Нужно Самим Это изучать Познавать И расширять Тогда откроются Многие Непонятные Дела Древности Вот мы Этим и занимаемся И вам Предлагаю Как говорится Участвовать Дальше Александр Из ютуба Вопрос эфир Здравия желаю Виктор Викторович Хотелось бы узнать Ваше отношение К трудам Академика Левашова Спасибо Читаю Запрещенную книгу Россия В кривых зеркалах И теперь Теория Дарвина Уже мне Не подходит Как это О том числе К трудам Левашова Полностью Их не читал Все отрывки Соответствуют Ведам Дальше Виталий из Эстонии Виктор Удар больших Осколков От Луны В океан Естественно Вызовет потоп Ну в общем-то О чем мы говорили Идем дальше Я Гриша Реплика в эфир Лунный камень Имеется в виду Минерал С таким Названием Это был вопрос От нас Ему И вот он ответил Что имелось в виду Вопрос эфир От Вели Мира Почему ночью небо Облака розового цвета Какие у него Предположения есть Примерно неделю назад Такое наблюдал Как у меня дойдут руки Я напишу статью Запланируем эфир По уши Это отдельная тема Она связана Опять С ориентацией На магнитные полюса Как правильно спать Причем тут Тайна Земли Тайна Солнца Как это все влияет Это отдельная тема Тут минутой не отделайся Это изменения Которые нужно знать Дальше Александр Зодчийяр Из ютуба Реплика эфира В предгорьях Эльбруса А именно Джил и Су Есть окаменелые раковины Это хорошо Идем дальше Виталий из Эстонии Р1-1 Дусловно Арии Это ученые Просто договорились Учитывая Что Было Два рода Славян И два рода Ариев И разница была В разной цветовой Радужной оболочке Глаза А то Что они Относились К европе И воинам Народам У меня нет сомнений Но у них Могли быть Потомки С такой же кровью С другим цветом Кожи Так Дальше Реплика Тианы Мне кажется Все едино И у богов Есть свои лики Ведь Истории И условно Назовем Персонажи Повторяются А иногда Даже кажется Что это были Воплощения Среди Воплощенные Сверхлюди Изучают Также еще Ответы На вопрос Египет Точно наша цивилизация Первые фараоны Имели белую кожу Синий Или зеленый Цвет глаз Но еще И надо Написать Что волосы Цвета льна Будешь Как-то комментировать Или дальше Идем Об этом Целых Четыре статьи Про Египет Две вышло За две недели Там все это Описано И переписано Там показаны И боги Голубоглазые Белокожие И фараоны Голубоглазые И их Статуэтки Гробы Как говорится Волосы Мумии ДНК-анализы И то что Уже Ума И почему Их называли Богами Но если те Которые ближе Всего к нам Потомки Королевы Нефертити Имеют рост Три с половиной метра И гробы Выше четырех метров И мумии у них Такие А запчасти От этих мумий Говорят о том Что рост у них Был шесть Восемь Десять метров Ну как вы думаете По отношению К современному человеку Они боги Но это нужна Отдельная статья Там В Египте Это всего лишь Мелко напомянуто Мы покажем И гигантов И титанов Все это Биосферы прошлого Которая позволяла Вырастать Долго жить И т.д Хорошо Дальше Ирина Котова Из Ютуба Здравия Алексей Виктор Как вы думаете Наличие в Каспийском море Тюлени Тоже может свидетельствовать Об этой катастрофе Скорее всего Нет Скорее всего Это остатки Для того Что было Триста лет назад И той катастрофы Из Дарии Северной прародины Потому что Ну все таки Все таки Сибирь далековато От Атлантики Хоть и была Катастрофа огромная И тюлени Скорее всего Именно с северной Во море А оно очень мелководное Эта катастрофа была Или 300 лет назад Или 100 тысяч лет назад Это надо только изучать Дальше Ирина Котова Из Ютуба Согласно Алексею Строить державу Необходимо И срочно Особенно в преддверии Малого ледникового периода Который Предсказали Некоторые русские ученые О чем свидетельствует Охлаждение Гольфстрима Дальше Баба Реплика в эфир Виктор Алексей Поясню Почему я почти Повторил Славяно-рескиведы Просто это очень важно По последствиям Пустыни в Египте Которых до этого не было И герметическая школа Магия Оттуда Постройка Змеевых валов На окраине Украины Хотя возможно Это отдельная тема Для разговора Хотя если проследить Змеевые валы Они тянутся не только По Украине Они проходят вообще Очень-очень далеко От Украины Чуть ли там До другого конца Евразии Но это так Это мое дополнение Хотя возможно Это отдельная тема Для разговора Просто В описаниях Герметической школы Есть подтверждение Того Что было В Антлане Ну вот как-то так И еще Реплика в эфир От Антона Клёсова Труды Видели? ДНК Генеалогию Ты видел такие труды? Видел Слышал Читал Ответ Ему такой же Пускай Я бы Вместе Обращал внимание На то Что Именно Не на какого-то Единого предка А на единую Область происхождения Вот так бы я бы сказал Выживших Или вновь Прибывших По ушам Ну я же объясняю У нас как минимум Четыре вибрационные Характеристики Только у белого человека То есть по глазам По зеркалу души Определяются У них не может быть Априори Один предок А если бы он был один Мы бы давно вымерли От смешения Да и все Но этого что не происходит А значит Речь идет Не о конкретном Человеке Существе Или маме А о Конкретной Магнитной Составляющей Этой области Где люди Или выжили Дожили до наших дней А остальных В результате Разных катастроф Войн уничтожили И я Побращал внимание На магнитные Составляющие земли Вот Что скорее всего Они отражают Длительное пребывание Определенных людей В определенном месте И не забывать Про вибрационные Характеристики И про то что Арийцы Они с Арея С Марса А Марс Как раз Погиб В этой катастрофе С Фатой Люцифером Деей То есть там еще Писать и писать И говорить Антону От себя тоже отвечу Да Не только Знаком с трудами И видел ДНК генеалогию Я знаком лично С Клёсовым И у нас были Эфиры С ним Эфиры Достаточно интересные И вопрос я задавал Вот тот Который я озвучивал Что А как учитывается То что Наши предки Все-таки Крадировали Умерших Помогая им Быстрее Выйти Из этого дела И порвать все связи Чтобы они дальше Восходили По золотому пути Развития своей души Ну на что Был ответ Да Очень трудно В этом случае Практически невозможно Поэтому надо Учитывать Еще раз говорю Что Где-то Кого-то хоронили Ну например Там под пальмой умер кто-то Да Ну там же под пальмой Его и закопали Хорошо Замечательно Не сильно пахнет Потому что Мунифицируется Или кто-то там Где-то умер В горах Ну отнесли его Куда-нибудь Грифом на растерзание Там и скушали его Дикие звери Растянули Ну в общем Ничего не осталось Вот Если косточки остались То они остались Ну не едят их зверя Да например Не грызут Они остались Те которые можно ДНК генеалогии Использовать Вот поэтому Эти народы Как-то По некоторым Параметрам И научным измерениям Считаются более древними Потому что Есть косточки За которые можно Зацепиться А вот Предков славян Якобы не находят И эта точка зрения Была тоже озвучена И вот Такой был ответ Что да Это очень сильно влияет На показания ДНК генеалогии Потому что Нет следов Невозможно Что-то измерить А огонь Уничтожает Очень сильно Повреждает Ткани Из которых Можно что-либо Взять Ну вот Такой мой ответ И в принципе Мы с тобой Подошли уже К финальной части Нашей сегодняшней передачи Которой нам надо Подвести Жирную черту Поставить Большую точку А может быть Восклицательный знак Всей нашей передачи Всей нашей программы Сказать что-то доброе Нашим радиослушателям И зрителям канала Ютуба Вот предоставляете Такую хорошую Возможность Благодарю Алексей Благодарю Всех слушателей За участие Еще раз Хотелось бы сказать Что Вся информация Есть Ее огромное Количество Лично Мы ее вспоминаем Для того Чтобы Разрушить Этот алгоритм Где говорится Что не помнишь Прошлого Не имеешь Будущего Прошлое Как вы видите У наших предков Нашей земли Богатое Для сегодняшнего дня Оно Как говорится Наука Никто ее не признает Но мы находим Эти материальные свидетельства И предлагаем Всем интересующимся Включиться Этот процесс Основа Это Веды Оставленные Нашими предками Мы к ним Подходим Как говорится Не с позиции Слепой Веры Доверения А с позиции Того Что их Нужно изучать И пока Все это Подтверждается Вполне возможно Что там Что-то Неправильно Перевели Или Может даже Не досказали Вот Мы должны Ответить на эти вопросы Потому что Больше некому Вся эта информация Есть В природе А так как Часть природы Она есть И в самом человеке И лично я ее беру От природы А интернет я использую Для нахождения Материальных подтверждений Они находятся И вам предлагаю Ищите Да найдете Если вас это интересует Как говорится Используйте То что мы можем Использовать Сейчас это Интернет Вот Народное Славянское радио То есть Наш народ Род Сможет Этот вопрос Поднять Потому что Надежды Больше нет Ни на кого Кроме на нас Самих Поэтому Вся Власть народа Сама над собой Как говорится Отсоединяйтесь От низких Вибраций И Выясняйте Не то У кого Папа лучше Или больше Или еще что-то Выясняйте Как говорится Что мы можем Взять из лучшего Из прошлого Чтобы взять Это в будущее Все возможности У нас даны Плюс Это способствует И новой энергии Которые позволяют Нам запустить Наши духовные Основы А это такое Что ни в одной книге Не опишешь По современному Это фантастические Сказочные возможности Так что Мы рождены Чтобы сказку Сделать Были Вот давайте И делать Индивидуально И в группах Благодарю за внимание Да Мы рождены Чтобы сказку Сделать Были Преодолеть Пространство И простор Я тоже Себя добавлю Дело в том Что в свое время Была очень такая Серьезная волна Разоблачители Спорщиков Вот по Различным версиям Вет И многие говорили Ну это подделка Это вбросы Ну если бы это была подделка То во первых Ничего бы не подтверждалось Потому что любая подделка Она ничего не подтверждает Если бы это были просто вбросы То в этом случае Тоже бы вряд ли Это привело К каким-либо Позитивным изменениям Для людей Которые их изучали Я всегда Исхожу из того То что я вижу То что я читаю То что я воспринимаю Это несет пользу Мне лично Моему развитию Моему взращиванию Несет ли это пользу Моей семье Несет ли это пользу Моему окружению То есть обществу И несет ли это пользу Строительству державы Если я вижу Что да Это все несет В этом случае Все это верно Если это По каким-то критериям Параметрам Сюда не укладывается Я разбираюсь Что не так Где что-то не так В этом случае Начинаю разбираться С этим Не так И в конечном итоге Прихожу К тому Что оно Или вброшено Или искажено Почему была шумиха В свое время поднята Да и многие сейчас шумихи Другие поднимаются Потому что Кому-то было В общем-то Не очень выгодно И удобно Чтобы это все появилось И чтобы люди Стали задумываться О своем прошлом Понимать Что они Не потомки Каких-то обезьян Вот Или глиняных Каких-то истуканов Что они И имеют более Более важное Какое-то Начало И должны Этому соответствовать Быть человеком Из большой буквы Вот Поэтому Очень много Что говорилось И приводились Какие-то Факты интересные Также я не исключаю Что много В писаниях Которые Выходят Под видом Вет На самом деле Где-то что-то Возможно Искажено Ну невозможно Этого Не допускать Почему? Потому что Времени прошло Достаточно Много Все мы люди Человеки Человеку Соответственно Ошибаться Вот И наша задача Сейчас Согласен В данном случае С Виктором Разбираться Где правда Где кривда Где ложь Где глубинность Что мы Из этого Можем взять Что нам Помогает Стать крепче Лучше В этом мире И сделать этот мир Лучше Без уничтожения Этого мира Без уничтожения Разных людей Каждому человеку Дать возможность Развития С В соответствии С его предназначением В этой жизни И поставить На место Негодяев Которые Что-то делают Плохое Для земли Для человечества В целом Вот Что надо Отсеивать Поэтому Давайте Разбираться Давайте Перестанем Мыслить Двойственно Хорошо Плохо Правда Кривда Вот Давайте От этого Уйдем Потому что Так Если мы будем Мыслить Мы отсечем Очень много Чего хорошего И вместе С помоями Выльем То что В этих Помоях Обмывалось Там может быть Очень ценное Что-то То есть Надо понимать Бросы были Да Были Искажения Были Да Были Времени Прошло Почему Были Бросы Потому что Это было Врагам Выгодно Почему Были Искажения Потому что Это было Выгодно Потому что Люди Могли Это Это Забывать Но Помимо Всего Если Мы Будем Понимать Что Есть Какая-то Древность И Основания Мы Можем Брать Что-то Важное Что-то Ценное О чем Сегодня как раз Виктор Викторович сказал. Итак, друзья мои, передача наша закончилась. Напоминаю, что по одному из современных календарей пока ещё 5 июля 2017 года среда, по одному из старинных четвёртый день месяца получения даров природы 7525 лета вторник. Те, кто отмечает славянские праздники по этому календарю, тех поздравляю с началом Русалей. Очень интересный праздник, очень и очень значимый, на мой взгляд. Также напоминаю, что в этот день началась битва на Курской дуге, которая продолжалась 50 суток, и там очень много героизма было проявлено. Также хочу отметить, что в эти дни отмечается по разным источникам победы над Хазарией. Так что есть что отмечать, есть что вспомнить, и есть с чем разобраться. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами была Народная славянская радио. Виктор Максименков, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная славянская радио. Всё нужно, всё важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok